На 23 декабря региональным отделением движения Левый фронт было запланировано отчетно-выборное собрание. Однако, по словам активистов этого движения, в их рядах еще в середине нынешнего года стали возникать разногласия. Эти разногласия стали причиной того, что 23 декабря прошло сразу две конференции Левого фронта одновременно и в разных помещениях. В одном из них собрались сторонники нынешнего координатора Ленинградского Левого фронта Максима Малышева. В другом, назовем его условно-альтернативным, собрание вела Татьяна Ведерникова. Несмотря на то, что другая часть Левого фронта как бы альтернативную проводит, будем считать, что у нас тут основная законная конференция. А то, что там какие-то у нас пошли разногласия, это мы надеемся выяснить. Не сегодня. Безвольный Максим Малышев не смог выдержать вот такой трудный год. Но он же работал три предыдущие. И работал, можно было бы, наверное, лучше, но он работал, и организация работала. Та группа, которая у нас собирается сегодня на Старопетерговском, там она тоже провозгласила часть какого-то исполкома, которого вот в этом протоколе нет. Надо бы исключить появление следующего Малышева штриха, потом Малышев два штриха. Они уведомлены о нашем собрании, его проигнорировали, отсутствуют. То есть они как бы, мы не знаем, что с ними, может их вообще льдиная уже там прибила. Может они нас уже продали. Да. Тихо, тихо, тихо. Вот эти, кто был извещен и отсутствует, их надо как-то, либо на потом оставить, но за них как-то голосовать сейчас бессмысленно, потому что мы за них проголосуем. Мы можем за Медведева, за Путина проголосовать. И мы должны разрулить ее все-таки таким образом, чтобы единство Левого фронта было восстановлено. То есть они оппортунистическую какую-то деятельность против вот этой команды. С какой стати, это не наши товарищи. Вот пришел товарищ, засомневался, хай мы с ним посидим, пообщаемся, общий язык найдем. Ни разу я не видел ни Козлова, ни Абрамсона, ни тех людей, которых там назвали. Вот этих людей, которых там нету, их исключить. Я всего три месяца здесь. Нет, простите. Ну вот этих вот, ребят, я почти всех видел. Мы поняли. Кто за то, чтобы сопредседателями региональной организации были товарищ Козлов и товарищ Ведерникова, прошу вас, товарищ. Наши корреспонденты побывали на обоих собраниях и попытались выяснить причину конфликта и возможные способы его разрешения. Евгений Александрович, мы можем говорить о расколе в Левом фронте в Ленинграде? Он наметился, вполне очевидно, поскольку прошло два общих собрания. Но о расколе можно говорить с учетом еще количественного представительства на этих собраниях. Бывает расколы, бывает отколы. Вот у нас сегодня было представлено 31 член регионального отделения Левого фронта. Мы можем говорить о том, что координатор Левого фронта взял все, чтобы не было общего заседания совместного испанкома перед общим собранием. Отверг все наши предложения, компромиссные в том числе, о проведении общего собрания, действительно, общего из всех составляющих Левый фронт. Я все-таки хочу выразить надежду, что мы постараемся избежать раскола и надеемся на благоразумие тех людей, которые проводили свое собрание на Невском 154 в помещении региональных организаций. Ну, лично я как... это как понимать, как раскол. Знаете, они, люди не участвовали активно... Размежевание некое. Раскол может слишком жестко звучать, но размежевание произошло. Да, да, оно произошло, но я могу сказать так, что оно получило пик своего вот этого... вошло в пик вот это размежевание, я считаю так. Потому что раньше тоже были проблемы с нами, вот, с той стороны с нами, но они не были, они, ну, как вот так, были в слабом действии. Там может быть человек около 30, но вы знаете, она, я считаю, незаконная. Она незаконная акция, можно привести сколько угодно человек и сказать, что это активисты Левого фронта. Я считаю, что будет около 30, они будут брать это дело, так скажем, массовостью. На людей, придут людей из улицы и скажут, вот, смотрите, сколько нас здесь много, и мы здесь актив. Они так и делают, что они на акции не ходят уличные, а вот как только какие-то собрания отчетно-перевыборные, сразу появляются какие-то люди, которых мы даже не видели и не знали, что они вообще существуют. В принципе, работа Левого фронта в определенный период, а именно до июля месяца, она была призвана удовлетворением. После периода исполком Левого фронта, частью его, именно Максим Малышев, он взял курс, фактически приводящий к городской организации. При этом, на наш взгляд, были допущены политические ошибки. Это блокирование с националистическими силами в мероприятиях. Дело в том, что мы считаем, что можно участвовать в разных мероприятиях с целью донести свою линию, свою позицию. Вопрос, как это делать. С националистами работать, конечно, надо. Надо приходить на их мероприятия, своими листовками, высказать свою позицию. Приходить со своими флагами, для того, чтобы в общественном сознании возникала мысль о том, что Левый фронт и националисты одно целое такое, делать, на наш взгляд, недопустимо. Кто у нас от нашей части участвовал, там, с националистами в общих мероприятиях, мы всегда шли только с красным флагом, мы всегда давали понять, что мы именно представители коммунистической идеологии. Мы участвуем в гражданском комитете, все знают, что мы именно представители Левого фронта или коммунистической идеологии. У нас могут быть там споры, разногласия, мы там пытаемся объяснить свою позицию, люди с нами соглашаются, но они всегда знают, что мы красные. Мы никогда не перекрасимся, как хамелеоны, не будем там как-то подстраиваться, там, под каких-нибудь пивоваровых, там, или еще под кого-нибудь. Опять же, если вот у нас принимают участие в мероприятиях националист Бандарик, он пришел со своей ленты, ну, как имперского флага, но он также поддержал наши плакаты, флаг и принял участие, и в этом вопросе разногласий не было. Мы пришли вот на марш свободы со своими флагами, Евгений Александрович Козлов попросил ОМОН, чтобы нас отделили от общей массы этих непартийных деятелей. Они требовали, чтобы там партийных флагов, сказали, не будем поднимать. В итоге подняли флаги Либертарианская партия, Яблоко, там еще какие-то. Все некоммунистические партии подняли флаги, там к ОМОНу не обращались. Как только Левый фронт, сразу ОМОН, милиция, эти, кто там, ответственные за мероприятия. Как Вы представляете себе дальнейшую выработку общих решений, если Вы не смогли даже собраться в одном помещении сегодня? То есть даже по такому вопросу не удалось найти общего решения? Значит, не удалось найти общего решения с отдельными людьми. Их можно по пальцам пересчитать, там, 3-4 человека. То есть в другом помещении сегодня заседает 3-4 человека? Нет, нет. Не удалось договориться с 3-4 людьми, на которых ориентируется определенная часть. Поэтому мы говорим, что двери открыты. Двери открыты для всех, для этих 3-4 людей. Просто вопрос, можно ли им доверить руководящие функции выполнять, да? Уже вопрос для нас, потому что они вроде не справились, практика показала. А мы говорим о том, что сегодня вот эта часть находится под влиянием этих 3-4 человек, да? Которые выступили с расковым. А с течением времени, возможно, под воздействием как бы объективной среды они передумают. И поэтому двери для них открыты, они могут вернуться. С лета, с июля 2012 года координатор Левого фронта фактически взял линию на отсечение части Левого фронта. Не приглашая их на заседание из Панкома, проводя отдельные сепаратные мероприятия. Могут быть разные политические и тактические подходы, могут быть разногласия. Левый фронт не унитарная организация, это движение. Но есть принципы товарищества, во-первых. Есть коллективное руководство, избранное на предыдущем отчетно выбранном собрании Левого фронта. Когда одна часть начинает игнорировать другую часть в этих организационных вопросах, это, естественно, негативно отражается на совместной работе. Левый фронт – это солянка. Это солянка из разных организаций. Есть сталинисты, есть троцкисты, есть ультралевые, есть умеренные левые. Я считаю, что раскол идет сначала, как бы он шел под прикрытием вот этой идеологии. Потому что в центре, в центральном исполкоме тоже люди есть разных идеологий. И мы не можем найти общий язык. Это как бы есть и плюс нашей организации Левого фронта, что она объединяет все силы. Но это и минус. Я считаю, что вот из этих идеологических дрязг у нас идет и сверху тоже вот этот раскол. Потому что как бы некоторая часть, так скажем, умеренно левых нас поддерживает в Москве. Ультралевых нас не поддерживает в Москве. Как бы вот из идеологии идут разные тактики борьбы. Я так понимаю, что вот как раз движение о партийной, жесткой партийной дисциплине здесь речи не идет. Правильно? Не идет. А может ли тогда на данную ситуацию как-то повлиять координатор Левого фронта Сергей Удальцов? Сергей Удальцов? Да. Ну, это вопрос к нему. Мы надеемся, что как раз... Мы их приглашали, кстати, и Удальцов, он под подпиской, как вы знаете, находитесь. И Сахнина на это собрание. Мы надеялись, что они не допустят ситуации двух собраний своим авторитетным словом. Пока мы этого не получили. Вопрос такой для наших зрителей. Принцип демократического централизма. Он соблюдается в вашей организации, которая называется Левый фронт? Это, так скажем, фундамент нашей организации. Мы его должны и обязаны соблюдать, потому что мы боремся за демократию, за социальную справедливость. Если у нас внутри организации будет эдолитаризм, то нам придется просто уйти из политического поля, если мы будем не соблюдать те правила у себя в организации, которые требуем во всей России. Я считаю, что Удальцов будет пробовать смягчить этот раскол и наоборот будет объединять наши две силы, потому что он всегда состоял за объединение. Для этого он и создал Левый фронт. Левый фронт не создался для того, чтобы нам делиться еще на большие группки, а наоборот объединять все силы. С помощью Удальцова нам даже и всегда получалось держаться вот так в Питере до сегодняшнего момента, вот так скажем, в кулаке. В хоть и слабом кулаке, но мы были в кулаке. И я считаю, что Удальцов будет действовать на примирение наших двух сил. На обоих собраниях были выдвинуты делегаты на предстоящий 5 января в Москве съезд Левого фронта. Было также принято решение создать редакционную группу, которая четко сформулирует позицию сторон и официальные заявления. Редакционные комиссии, избранные сегодня на отчетно-выборном, собрали кроме редакционных дел, поручено еще составить текст обращения к той части Левого фронта с призывом все-таки до съезда найти какие-то компромиссные решения и не вызвать ситуацию уже окончательного раскола в нашем региональном отделении.